Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Чёрным по белому». Я, её ведущий, Александр Гуральен. Со мной в студии, как обычно, как всегда, практически, Равин Михаил Финкель. В прошлых наших программах мы говорили с вами о участии евреев в Белой Гвардии. Все как бы привыкли, что евреи в революцию были на стороне швандеров, а оказывается, они были в Белой Гвардии тоже. Ну, кстати, очень многие комментаторы потом это отрицали, говорили, что вы там приписываете то, чего не было. Все евреи были в революции. Так вот, давайте тогда поговорим уже о тех, которые были в революции. То есть, революцию в России, в Российской империи сделали евреи. Ну, давайте, сделан приятный комментаторам, хотя я с ними не соглашусь, но спорить с ними не буду. Все свои слова я могу подтвердить фактами и научными трудами. Ну, для того, чтобы понять, почему большинство евреев пошло в революцию, причем не только к большевикам, давайте вспомним, что социалистов была целая масса. Это были бундисты, еврейские социалисты. Бунт — это значит союз на идуже. Это были меньшевики, это были эсеры, это были большевики, это были анархисты, целый спектр, колоссальный спектр политических партий. Все они были под тем или иным красным флагом, все жаждали свержения самодержавия и трансформации России в социалистическую страну того или иного формата. Для того, чтобы понять, как это получилось, нужно понять, как евреи вообще в Россию попали. А в России евреев никогда не было. С того момента, как Русь приняла крещение... — Были счастливые времена, когда евреев там не было. — Да, вот в тот момент, как Владимир крестил Русь, а Россия заимствовала византийскую политику евреев, как врагов христовых, в Россию не пускали. Причем не пускали не только жить, но не пускали даже транзитом, не давали даже визы, как вельским купцам, чтобы проездные визы не давали. Единственное исключение были выкресты. Выкресты, пожалуйста. Значит, третий раздел Польши — это 1795 год. Великие европейские силы. Это Россия, которую возглавляет Екатерина II. Это Австрия. И Пруссия, они Польшу делят между собой. И тогда в Россию попадают примерно по разным оценкам. Это с 700 тысяч до миллиона евреев. Все это европейские евреи, ашкенасские евреи, наши с вами предки. Значит, они в Россию не пришли, они не эмигрировали в Россию. Они попали в Россию после присоединения вот этого... — То есть они жили на той территории, которая была присоединена? — Они были граждане Польско-Литовского королевства. И попав в Россию, они сразу потеряли свои права многие. И стали закрытыми в черте оседлости. Значит, это такое большое-большое гетто было, которое включало в себя 25 губерний. Там, пожалуйста, живите, работайте. Но выезжать оттуда нельзя, работать нельзя. Екатерина была первая, которая это сделала. Не потому, что она была антисемиткой, а потому, что она считала, что еврейские купцы будут обходить русских купцов. И казалось, что вот такая дискриминационная форма... — То есть это политика протекционизма. — Политика протекционизма собственного населения, совершенно верно. Напомню нашим дорогим телезрителям, что примерно за 13 лет до раздела Польши первый европейский монарх, это австрийский император Иосиф II, издал эдикт о толерантности, в котором он впервые приравнял своих еврейских подданных во всех правах с австрийцами. Основа эдикта была в том, что и права, и обязанности одинаковые. То есть все служат в армии, все платят налоги, все работают. Никто никого не имеет права дискриминировать по вере национальному происхождению. Екатерина II, конечно же, все это знала. Она, конечно же, была немкой, она была европейским человеком, она переписывалась с ведущими мыслителями-философами Европы. Она прекрасно понимала, что запирать еврея в черте оседлости — это не самое лучшее. Что это создавать некий котел, который начнет медленно кипеть, а потом рванет. Конечно, может быть, не при ее жизни, даже может быть, не при жизни ее внуков, но рванет. Потому что если мы запираем миллион людей в гетто, а эти люди очень сильно размножаются, эти люди, потому что религиозные евреи, как и все религиозные русские того времени, имели много детей и так далее. Значит, это население, это популяция, которая поражена в правах основных. То есть какие права? И не могли евреи, не могли работать на многих работах, не могли выехать из черты оседлости, не могли учиться в университете, блоквотов 1% для невыкрестов, не могла им посылать детей в гимназии, не могла иметь никаких перспектив. То, конечно, создавало уже с момента подписания указа черты оседлости революционное положение, которое просто эволюционно вызревало. Ну, у евреев, конечно, были разные мечты, желания, отчаяния, что тут придет новый царь. И все время евреи посылают к каждому новому царю, когда коронация идет, депутации. Челобитные. Челобитные. Пожалуйста, даже не отмени черту оседлости, хотя бы послабления какие-то в виде. Послабления были действительно для кунцов 1-й гильдии, или для каких-то солдат, которые были полными георгиевских крестов. Были там еще какие-то исключения. Но эти исключения были мизерными. И вот теперь мы перемотаем пленку истории вперед и придем к революционным событиям, к периоду народовольцев, к периоду, значит, бомбометателей, к периоду революции 1904-1905 года и 1917 года. Мы уже получаем ситуацию, в которой много поколений евреев, они как вот эти вот жуки в банке были, вот в этой вот черте оседлости. И им так это все осточертело, что они стали ненавидеть очень сильно, не Россию, подчеркну, многие считают Россию своей родиной, приобретенной, а режим царский, который создал вот эти условия. То есть ненависть к режиму, в особенности среди молодежи, стала толкать их к борьбе с режимом. Потому что борьба с режимом в их головах ассоциировалась в борьбе с их рабскими, нищенскими и так далее, пораженными в правах условиях. Поэтому очень многие еврейские молодые ребята и девушки начинают идти в революционные движения. И начинают бороться с режимом. Начинают взрывать губернаторов, полицейских, начинают против царя идти. Многие из них попадают потом в ссылку, в Сибирь. Многие бегут из этой ссылки, эмигрируют, начинают формировать различные платформы, программы иммиграционных, находящиеся в Швейцарии, в Германии, во Франции, революционных кружков. Потом приезжают снова в Россию, снова бегут, снова сажают, издают многочисленные газеты. И так появляются теоретики различные еврейские. Это Дан, это Аксельрот, это Парвус Гельфанд, это многие другие. Я не буду сейчас оправдывать их, потому что я не занимаю позицию оправдывания революционеров. Я не занимаю позицию... Я вообще против революции. Революция всегда это плохо. Но они начинали с банального террора, то есть... Они начинали с банального террора, это были террористы. Это люди были безбожные. Я не знаю террористов, которые были, или революционеров, которые были с идеей Бога. Но пытаясь их понять, я понимаю, что были объективные причины, которые толкали их к этому. Если мы пойдем дальше, то мы увидим, что, конечно, евреи сыграли очень большую роль в интеллектуальной элите революционеров. Революцию не надо было просто так делать, и нельзя просто так сделать. Нужна была программа. Как сегодня говорим, нужен был бизнес-план. И было несколько людей, которые этот бизнес-план написали и создали. Можно спорить о том, так это или не так это, но один из них самый известнейший, который наиболее известен, это, конечно, Израиль Гельфанд или Парвус, известный под псевдонимом. Он был уроженцем Минской губернии, потом они с отцом и с матерью переехали в Одессу, и в детстве он пережил погром. И, опять-таки, не оправдываю, потому что он, как сегодня бы многие сказали, Иуда, он за большие деньги Германии написал план развала России. Опять-таки, можно спорить, по этому плану это пошло или нет. Но, конечно, я его не оправдываю. Но всегда на заднем плане, в подкорке у этих революционеров, была картинка черты оседлости своего нищего и обездоленного детства и погромов. Погромов, которые, значит, шли на юге России очень часто. Это, конечно же, Бессарабия, это, конечно же, Украина современная. Вот такая вот история у нас получается. И когда происходит революция 1917 года, очень много евреев попадает к большевикам. И вот весь этот фанатизм, который вообще присущ евреям, то есть еврей ученый, да, то он какой-то безумный ученый, он полностью в науке, там, или врач, он полностью в медицине. А революционеры, они оторваны от своих еврейских традиций, добровольно оторваны, они порвали с аудаизмом, они порвали с Богом, но им нужно было, ведь они были взросшены на чем? На идеи справедливости, которые они подчеркнули из еврейских книг, из книг пророков. Ведь все еврейские книги, книги Торы, пророки в них приходят и говорят, нельзя, чтобы вдову и сироту обижать, нельзя пришельца обижать, надо всем давать равное, надо десятину отдавать. И вот из этих идей, и возникли идеи коммунизма, кстати, возьмите Карл Маркс, это же внук Равина, он был еврей с двух сторон, его отец принял лютеранство, если я не ошибаюсь, чтобы стать в Германии адвокатом, потому что евреи тоже были поражены в правах в Германии. И вот он вырос, но он был интересным евреем, был евреем-антисемитом Карл Маркс, но опять-таки он помнил, как он сидел на коленях своего дедушки у Равина, дедушка рассказывал вот этой справедливости Торы, Библии. И у них это все преломилось, преломилось в то, чтобы создать идеальный мир не с помощью Бога, который когда-то его создаст, не ожидая какого-то пришествия Мессии, которое неизвестно когда будет, и тогда будет идеальный мир. А мы собственными руками, собственным оружием, этим булыжником-польтериатом мы создадим идеальный мир. И вот они, взросшенные на идеях Торы, идут крушить вначале царизм, а потом и с помощью идеи всемирной революции всюду. Я принесу революцию и в Гренаду, и в Боливию, и в Польшу, там, 20-й год, поход на Польшу, ну, всюду, все остальное, куда только можно. Ну да, то есть, в общем-то, Лев Давыдович Троцкий, один из ярких примеров такого. Троцкий, конечно, создатель Красной Армии. Фанатик с блеском в глазах. С безумным, с дьявольским блеском в глазах. Это же Мефистофель Троцкий. Я хочу, чтобы наши дорогие телезрители знали, что раввины и религиозные евреи, они предали анафеме большевиков, коммунистов, евреев. Они взрывали синагоги точно так же, как они взрывали церкви. Они расстреливали раввинов точно так же, как они расстреливали батюшек православных. Они боролись и уничтожали все то, что было против их идеи, точно так же, как это делали фашисты потом. Ведь что такое коммунизм, по большому счету, идея борьбы с врагами? Две категории врагов. Это враги идеологические, которые против тебя полностью. У нацистов это расовая борьба и идейная. А тут классовая и идейная. Если человек по коммунистической доктрине родился не в том классе, то есть он из аристократии, из духовенства, из интеллигенции, то его уже можно уничтожать только за это. И тем самым это зеркально отражает нацистскую теорию о расовой неполноценности. И то же самое идейных врагов. Нацисты уничтожили своих идейных врагов и коммунисты уничтожили своих идейных врагов. Но причем нацисты учились у коммунистов. У коммунистов, совершенно верно. И идеи концлагерей многих они заимствовали у товарища Сталина. И интересно, что первым об этом написал, кстати, Гроссман. В «Жизни и судьбе» он так очень аккуратно завуалированно в своих диалогах это проводил в своей книге. В «Жизни и судьбе», за что, кстати, потом эту книгу и арестовали, и забрали, и свели его в могилу. То есть есть еще много схожего. Поэтому, конечно же, вот все это толкало евреев в революцию. Подчеркну, очень много евреев было в других революционных движениях. И все они пытались создать какой-то идеальный мир равноправия. Надо сказать, они не только за евреев ратовали. Вот известная история. К Троцкому пришла депутация евреев, попросили там права для себя, попросили, чтобы как-то не очень зверствовали. Ему сказали, Лев Давидович, вы же еврей, помогите нам. Он очень гневно на них посмотрел, сказал, я не еврей, я интернационалист. Никаким евреем он себя не ощущал, хотя генетически он был евреем. И его прокляли, и он получил, в конце концов, ледорубом по голове. То, что заслужил. То, что заслужил, да. То есть надо понимать, многие, например, думают, что сегодня, спустя сто лет, многие евреи до сих пор оправдывают евреев-большевиков. Нет, конечно же нет. А потом революция уничтожила своих детей. И пришел 1937 год, и Сталин уничтожил всю эту ленинскую гвардию. А, надо сказать, вокруг Ленина было огромное количество евреев. И сам Ленин имел родного деда еврея Бланка, который был, правда, крещенком. И сам Ленин не считал себя русским, надо понимать. У него была смесь крови, там была и немецкая кровь. Он считал себя интернационалистом. Интернационалистом, да. И вот вокруг Ленина, как ни странно, было огромное количество шлейф еврейских революционеров. Сталин потом их всех быстро подщикал, оставив для проформы товарища Кагановича, товарища Мехлиса. И, может быть, там еще нескольких. Причем, как свидетельствует история, в карательных органах, которые по приказу Сталина занимались вот этими чистками, как раз было очень большое количество евреев. Да. Возьмите Генрих Югода. Пропорционально, да. Да, да, да. Подлец, убийца, мерзость. Страшная вещь, если подумать, если у еврея забрать Бога, появляется монстр. Ну, стержень вынимается. Стержень вынимается, все. Туда занимается любая нечисть, заходит туда. То же самое у любого другого человека, кстати, наверное. Ну, смотрите, ведь, извините, я вас перебиваю. И что? Великая Октябрьская, так сказать, социалистическая революция. Что произошло? У народа отняли веру. Да. То есть народ, в общем-то, был довольно православный. Русь, она была очень, так сказать, мудривающая. Отняли Бога, вместо Бога, чтобы подсунули эрзац в виде морального кодекса строителя коммунизма, который, в принципе, был написан на основе, так сказать, святых книг. И вот надо верить туда. Какое-то время удавалось этого достичь. Но по прошествии времени наиболее прогрессивная часть той же самой России, Украины и всех остальных, как бы они начали понимать, что что-то не складывается. То есть вера-то есть, но она не та. Подложили. Подложили. Что вместо храма, ведущего к Богу, дали храм, ведущий к идолу. И сделали вот этого идола в виде Ленина, потом идола в виде Сталина. Везде эти бюсты, статуи, портреты. Чисто идол поклонства. То есть это шаг назад к этого поклонства. Конечно. Это языческий шаг назад. И идея, библейская идея построения мессианского мира. Поэтому, что можно сказать? Было закономерным участие большинства евреев из черты оседлости в революционном движении. И было большой ошибкой для евреев, как мне кажется, это уже мое личное мнение, влезать в революцию русскую. И вообще в любую революцию, которые были, которые могут быть. И которые будут. Я не желаю России революции, не дай бог. Но если даже такое состояние начнет бурлить, я призываю всех евреев, которых я знаю, не участвовать в русской революции. Никогда. И есть честный выход. Вот если не нравится тебе страна. Россия как пример. Любая страна. Надо уехать. Нам это не впервые. То есть не бороться, а уехать. Это не наша земля, чтобы бороться. Это не наш народ. Мы гости. По большому счету. И тест ведь очень простой. Вы знаете, вот если взять какое-то количество населения на улице провести интервью с Россией. Скажите просто, а вы считаете евреев своими? Что они плоти от плоти, кровь от крови. Мне почему-то кажется, что большинство скажет, что все-таки нет. Казачок засланный. И даже объяснят, что им делать и куда ехать. Да, объяснят. Ну так давайте будем честными. Сами с собой. Если нас такими считают, что мы все-таки другие. Что не хотят от нас революции этих. Чтобы мы там, не знаю, как Данка освещали путь, как нам кажется. А это очень часто наша ошибка. Чемодан, вокзал, надо уезжать и все. Надо искать. Я думаю, сейчас там рукоплещут вашим словам наши зрители. Мне кажется, я так считаю. Езжайте в Израиль. Я даже не скажу в Израиль. Кто-то хочет в Израиль, кто-то хочет в Америку. Стран много. На здоровье. Дорогие друзья, Равин Михаил Финкель считает, что евреи не должны вмешиваться в революцию, в какие-то политические катаклизмы в стране, в которой они пребывают, как он выразился, в гостях. Программа «Черным по белому» и я, Александр Гуралье, прощаемся с вами. Спасибо, Михаил, большое за это интересное мнение. Всего доброго. До свидания.